Девушки отдыхают Иисус, ты центр жизни и целей От начала до конца Был всегда и вечно будешь Иисус, Иисус Ничего на свете Нет важнее для меня Только ты один, Господь мой Иисус, ты в центре Движется весь мир вокруг тебя Нет ничего важнее Иисус, ничего на свете Нет важнее для меня Ты один, Господь мой, Бог Иисус, ты в центре Движется весь мир вокруг тебя Иисус, Иисус Навсегда в моем сердце Будь Иисус, ты центром Я живу тобой Ты источник мой Навсегда в моем сердце Будь Иисус, ты центром Я живу тобой Ты источник мой Навсегда в моем сердце Будь Иисус, ты центром Я живу тобой Я живу тобой Ты источник мой Ничего на свете Нет важнее для меня Ты самый важный Ты самый главный Иисус, ты центром Я живу тобой Движется весь мир вокруг тебя Иисус, ничего на свете Нет важнее для меня Ты самый главный Иисус, ты центром Где движется весь мир вокруг тебя, Иисус. Ты центр жизни, Иисус, Ты центр жизни всей, Иисус, Ты центр жизни всей. От начала до конца был всегда и вечно будешь, Иисус, Ты вечно будешь, Иисус, Ты вечно будешь, Иисус, Ты вечно будешь, Иисус, Ты был и есть и будешь. Иисус, Иисус навсегда, навсегда в моем сердце будешь, Иисус, Ты центром, я живу Тобой. Ты источник мой, навсегда в моем сердце будешь, Иисус, Ты центром, я живу Тобой. Ты источник мой, навсегда в моем сердце будешь, Иисус, Ты центром, я живу Тобой. Ты источник мой, навсегда в моем сердце будешь, Иисус, Ты центром, я живу Тобой. Ты источник мой, навсегда в моем сердце будешь, Иисус, Ты центром, я живу Тобой. Доположение на протяжении всех этих лет позволил нам влиять на жизни церквей и лидеров по всему сибирскому региону. Друзья, Бог открывает перед нами дверь для строительства здания, которая будет не только домом для нашей церкви, но станет центром проведения конференций, а также местом подготовки миссионеров для насаждения церквей по всему миру. Для осуществления этого видения нам нужна ваша помощь. Даже самое, на ваш взгляд, незначительное пожертвование ценно в глазах Господа. Участвуйте вместе с нами в Деле Божьем. Вместе с вами мы изменим этот мир. Я открываю Иоанна 21 главу, и я читаю, что ученики всю ночь работали. Вы когда-нибудь работали всю ночь? Я работал не раз всю ночь. Под утро вы уже не понимаете, где вы, где не вы, где как что. Вам просто одно хочется спать. Всю ночь работали, они были профессионалами своего дела, но они ничего не поймали. Они ловили рыбу, они были голодными. Голодные мужики обычно не очень приятные, так скажем. Они были голодными. Уже утро настало. Всегда они знали, что здесь рыба ловится. Здесь рыба не ловилась в эту ночь. Да что ж ты будешь делать? Они использовали все свои знания и опыт. Ничего не поймали. На утро смотришь, стоит какой-то мужчина там. Утром ты уже и узнать не можешь, что там стоит. И он говорит, дети, есть ли у вас какая пища? Они говорят, мы тут всю ночь трудились, ничего нет. Он говорит, заплывите и закиньте сети по правую сторону. Дает инструкции нам. Слышите, Бог всегда активный в нашей жизни. Я так рад, что Он не просто там на небе сидит, а я тут на земле потею. Мне нужно здание построить. Мне нужно где-то деньги эти взять. Мне нужно тут все сделать. Мне нужно церковь вдохновить. Я не знаю, как это делать вообще. Я потерян, сам одинок. Это неправда. Бог всегда с нами. Он говорит, я никогда не оставлю тебя. Я благословлю тебя. Я буду с тобой. Он дает инструкцию. Он мне дает инструкцию. Он дает каждому из нас. Знаешь, это очень важно, чтобы ты слышал голос Божий. Он дает инструкцию. Он говорит, закиньте сети вот туда, по правую сторону. Они закинули. Когда они вытащили, моя Библия говорит, что они были в ужасе. Петр даже вообще кинулся в воду, потому что он узнал учителя. Но они вытаскивали. Даже в Библии отмечено, что сети даже не прорвались. То есть для сети это неестественно. Там было огромное количество рыбы. Подождите. Мы всю ночь пахали, всю ночь пахали, ничего не поймали. Он сказал, мы закинули. И здесь вся рыба, повинуясь голосу Божьему, приплыла туда в те сети. И они вытаскивают ее. И благо они порвали сети. Вытащили. Едва ли доплыли до берега. Ну и, конечно, по нашему пониманию, классно. Иисус говорит, ну как, ребята, вы узнали, что это я? Я дал вам покушать. Голодные, злые, наверное. Успокойтесь. Давайте, сейчас будем готовить. Поедим. Но я читаю совсем другую историю. Я читаю, что в это время, когда они вытаскивают эти сети, в это время, когда ночь там уже прошла, уже утром, на берегу костер. Возле этого мужчины костер. И он готовит что-то. Что он готовит? Он готовит рыбу. Какую рыбу? У него что, другая рыба есть? Да. Читайте вашу Библию. У него есть другая рыба. У него есть то, что он дал ученикам. Дал с избытком. Там даже цифры стоят. 153 рыбы они вытащили, такие большие. Дал так много, они аж за голову брались. Едва ли лодка доплыла. А в это время у него есть другая рыба. И он другую рыбу приготовил. Когда я увидел это, я сказал, мой Бог не жадный Бог. Мой Бог вообще Бог изобилия. Наш Бог, которому мы служим, он даст тебе достаток и сверх этого всего. Вы знаете, друзья, я эту тему назвал двумя словами. Неизмеримо больше. Я взял эту фразу, эти два слова из послания апостола Павла к Ефесянам с 3 главы 20 стиха. Наш синодальный перевод говорит следующее. Тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше. Давайте скажем, несравненно больше. Смотрите, современный перевод, он говорит по-другому. Тому, кто в состоянии свершить много более того, о чем мы молим или думаем. А перевод Радостная Весть, там вот эти два слова. Тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить. И вот эти два слова. Неизмеримо больше. Давайте скажем. Неизмеримо больше. Неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. И апостол говорит, ему слава, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Слава ему во всех поколениях через церковь и Иисуса Христа во веки веков. Аминь. Иисус Христа, это очень удивительно. Неизмеримо больше. Друзья, наш Бог говорит, я не просто дам тебе жизнь, или чуть-чуть дам тебе хлеба, чтобы ты не помер с голоду, но я дам тебе достаточно и благословлю тебя еще больше этого. Я дам тебе своего Святого Духа, который будет вести тебя по жизни. Я дам тебе вечную жизнь. Мы слышали, я дам тебе свою праведность. Я дам тебе власть. Я дам тебе семью, церковь, поместную церковь. Здесь ты найдешь друзей, настоящих друзей, которые не будут предателями, не предадут тебя. Я дам тебе супруга, дам тебе благословенных детей. Я дам тебе здоровья. Я благословлю тебя. Ух ты! Это в Библии сказано, я благословлю тебя. Я открою перед тобой всякую дверь, и никто не закроет ее. Ты никогда не будешь чувствовать себя одиноким. У вас когда-нибудь было так, что вы по закону ничего не должны были иметь? Что у вас не было никаких шансов? Что вы были просто обречены? Ваша ситуация просто фатальная ситуация. Все, все ставят точку на этом. А вы к Богу обращаетесь. Говорите, Господи, ну вот не прогневайся. Но все разверни в другую сторону. За меня. И дай мне то, в чем бы я не нуждался. И вы знаете, по закону вы не можете это иметь. Вы достойны наказания. По благодати его рука не сокращается. Он говорит, ой, какой ты молодец. Спасибо, что ты попросил. Я так и хотел излить на тебя благодать. Я всех людей поверну за тебя. Я все обстоятельства разверну ровно на 180 градусов. То, что тебе кажется, это фатально и это плохо. Это будет для тебя силой. Я сделаю то, что ты даже и представить не можешь. Я больше всех обстоятельств. Я больше твоей нужды. Я больше закона. Я больше всех этих людей. Я Бог. Я возьму сердце и поверну его в твою сторону. К тебе. Но больше всего Бог говорит, я дам тебе видение. То есть, я дам тебе причастность к моему великому делу, которое я собираюсь сделать или которое я делаю сейчас в народах и в нациях. Я вложу свое призвание в твое сердце. Аминь. Здесь есть много людей, которые должны слышать этот голос. Он говорит вам. Он говорит вам не только сейчас. Это голос не мой. Это в моем голосе услышать Божий голос. Это голос Духа Святого. Он говорит, что Он имеет к тебе. Имеет к тебе что-то. Он имеет мечту о тебе. Он имеет призвание для твоей жизни. Он хочет использовать тебя. Он хочет, чтобы в это время ты принял помазание Духа Святого. Ты был в огне Божьем. Ты не жил для себя. Ты умер для жизни, для себя, для эгоизма, для того, чтобы думать мне, мне, мне. Но ты стал человеком, каналом Божьей любви и благодати. Твои уста не закрывались бы, когда бы ты говорил о Нем, о Боге Твоем. Твои глаза сияли бы, светились бы, радовались, когда бы ты рассказывал о том, что сделал Бог с тобой в твоей жизни. Аллилуйя. Бог в действительности хочет благословить тебя. Он даст тебе, и Он дал тебе уже многое, но Он даст тебе и служение, и мечту, и видение. Я называю это смысл жизни, и часто говорю, я самый счастливый человек, почему у меня есть такой смысл жизни, круче всех других смыслов жизни. Я знаю, для чего я живу, я знаю моего Бога. А мой Бог, Он держит меня в своей руке, защищает, благословляет и больше дает, чем даже нужно мне. Он обеспечитель, Он защитник, Он поддерживающий, Он ведущий меня по жизни. Аллилуйя. Друзья, я хочу, чтобы вы знали, что у каждого из нас, и у меня, и у тебя, есть небесный воос, есть хозяин нашей жизни, нашей судьбы, который обеспечивает нас. И знаете, в Новом Завете мы находим, что если в Старом Завете есть элементы благодати, то в Новом Завете намного больше. Там все пропитано благодатью, милостью, любовью, прощением и благословением. Знаете, в Старом Завете кровь тельцов и овнов просто покрывала грехи, но никогда не убирала этот грех. В крови животных не было достаточно той силы, чтобы победить грех. Все, что ты мог сделать, когда ты согрешил, прийти в храм, принести животное с собой и уйти, зная, что жизнь этого животного несчастного, она заплачена. То есть ее отняли за твой грех. Все, нету греха для тебя. Он существует, но завтра ты снова можешь согрешить. У тебя нет силы победить грех. И мне очень нравится, как в Евреям в 9 главе, в 14 стихе апостол Павел говорит, там есть такая удивительная фраза, по-русски это вот так звучит. Коль ми паче, то коль ми паче, старый русский язык, то есть, ну, как бы то, насколько больше, я бы сказал, неизмеримо больше, намного больше. Что намного больше? Кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, а вот здесь внимание, для служения Богу живому и истинному. Евреям 9,14, прочтите, возьмите это с собой намного сильнее, неизмеримо больше. Кровь Иисуса Христа совесть очистит и повернет тебя к служению, к исполнению миссии, которую Бог возлагает на тебя. Друзья, у вас было когда-нибудь стыд, вина? Вы чувствуете, вы погрязли. Вы как в этом водовороте крутитесь, идете ниже, 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 ниже. Знаете, Иисус говорит следующее, я очищу твою совесть, тебе не нужно будет ходить в осуждение и стыде. Я уберу это чувство вины с твоей жизни, стыда и униженность. Я дам тебе мое достоинство, и не только это я сделаю. Я буду благоставлять тебя, буду благоставлять твои выходы и входы. Я дам тебе мою праведность, мою благодать и вечную жизнь. Я открою окна небесные и залью свое благословение на тебя. И если ты будешь доверять мне, я спасу не только тебя, но и весь дом твой. И это благословение распространится на поколение в твоей жизни. Аллилуйя. Друзья, еще один пример, если позволите. И я хочу вместе с вами посмотреть на то, что сделал Давид. Много лет тому назад, в 6 главе 2 книги Царств, описано, как Давид возвращает ковчег в свой город, который он только что отвоевал. Ну, можно сказать, в Иерусалим. И он возвращает этот ковчег. И мы знаем, что он радуется. Они поклоняются Господу. Делают шесть шагов и приносят жертву Богу. И вот интересно, здесь в 18 стихе написано, что когда Давид окончил всесожжение или приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа. Еще вторую мысль хочу сказать. Не только то, что Бог даст намного больше того, что мы просим или о чем мечтаем. Но есть вторая мысль. Ты не просто приходишь в церковь, жертвуешь, приносишь себя и уходишь ни с чем. Ну, слава Богу. Ну, Бог, наверное, зачтет. Ну, наверное, когда как-то в один день это мне поможет. Нет. В Библии Давид очень пророчески указал на то, что происходит с нами, когда мы в Новом Завете в церкви. Люди жертвовали. Люди поклонялись Богу. А потом Давид остановился и написано, он благословил народ. Слушайте, он благословил народ. Следующий стих написано, он раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Я стал исследовать, что это значит. Я обнаружил, хлеб представляет Слово Божие. Я есен хлеб, сказал однажды Иисус. Я есен хлеб жизни. Кусок мяса символизирует плоть нашего Господа. То есть, на самом деле, кусок мяса указывает на спасение и на исцеление. А что такое лепешка? Лепешка – это символ радости в твоей душе. Интересно, что здесь написано, каждому дал и мужчине, и женщине. И вот она картина. Давид остановился и сделал пророческое действие. Он сказал, раньше в Старом Завете вы только приносили жертвы, вы уходили, зная, что ваши грехи покрыты. И теперь наступает другое время, когда вы, придя в Дом Божий, возвращаясь отсюда, вы получите Слово. Вы будете спасены и исцелены. И вы с радостью в вашей душе пойдете домой. Где ты найдешь радость в наши дни, как не в Доме Божьем? Последняя мысль, которую я хочу сказать. История с Нейманом, знаете, о чем она говорит? Это был человек очень высокого положения. Он был военачальником целого государства в Сирии. В Сирии, да? Но все было классно, хорошо, за его мундиром ничего не было видно. На самом деле он внутри был уже сокрушен и сломлен, потому что он был прокаженным. Он знал, что его дни очень короткие. И там оказалась девушка, которая была в плену, девочка, маленькая девочка. И она сказала, о, если бы господин мой пошел к пророку Божьему, который в Самарии, то пророк Божий бы сказал бы Слово, и вы бы получили исцеление. Знаете, когда у вас уже нет надежды никакой, вы используете последнее, что есть. И он собирается с силами. Целый караван большущий, военачальник, сирийский, все, с почестями, со всем. И я исследовал и нашел, что это около 200 километров было от того места, где находился он от Дамаска. От Дамаска до Самарии 200 километров. Неизвестно, как он там добирался, там на лошаках, потому что там упоминаются лошаки в этой истории на ослах, на верблюдах, с целым караваном, со всем он приходит. И, конечно же, за всю дорогу, пока он шел, он представлял. У него очень много подарков, всего он, все. Он представлял, как выйдет пророк, почтить его, как он слово изречет от Господа. Как же это будет, неизвестно. А пророк был настолько в единении с Богом, что ему, знаете, все легалии, все должности не так важны. Он даже не вышел из своего дома. Он, когда слуга сказал, что пришел караван целый, приехал к тебе, сирийский военачальник здесь, со всей охраной, со всем. Там столько людей пришли. И, Елисей, он говорит, скажи ему, пусть идет и умоется, окунется в Иордане семь раз и будет чист. Вы знаете, что было в сердце у этого сирийского начальника, военачальника? Такой бунт поднялся. Да что такое? Разве реки в моей стране не лучше, не чище вот этого Иордана? Что это за река Иордан? Да что такое? Да я что, собака для него? Да как же он отнесся ко мне? Повернуться? Все, пошли домой. Куда я шел вообще? Что это такое? Столько подарков принес? И кто-то из мудрых людей сказал ему мысль. Слушай, если бы ему что-то важное сказал бы тебе, разве ты не сделал бы? Да послушай просто. Как трудно было с послушанием, да? Послушай просто. Просто послушай его. Ну, пойди. А это еще 50 километров. То есть он еще 50 километров ведет, еще там пару дней. Смиряется, наверное. Да ладно, окунусь, посмотрим, что это будет. Ладно, окунусь. Но когда он вышел из воды седьмой раз, его тело, Библия говорит, было как тело новорожденного ребенка. Чистое. И я представляю себе, что он делал. Он, наверное, крутился. Не мог поверить. Чистое, 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 чистое. Я могу вернуться к жене своей. Я могу обнять людей. Я могу не скрывать теперь мою проказу под мундиром моим. Жизнь вернулась. У меня мечта вернулась. У меня все теперь только начинается. Я буду жить по-другому. Я переполнен радостью и эмоцией. Он приходит к этому пророку, пытается подарить ему подарки. Он не берет никаких подарков. Он возвращается, берет эту всю землю, которую только может взять. Говорит своим всем ребятам. Ребята, набирайте земли, сколько можете набрать. Берите два лошака и грузите их по полной, чтобы они только не подохли, довезли. И приходит к пророку и говорит, разреши мне взять землю. И поясняет. Говорит, что ты будешь делать с ней? Говорит, знаешь, что буду делать? Знаешь, что в нашей земле разных идолов куча. Храма много. Когда я приду в храм какой-то там, где идолам поклоняются, мне рассыпят святую землю. Я стану на нее. И я буду поклоняться единому живому Богу. Богу Авраама, Исаака и Иакова, который живой, который исцелил меня. И мне абсолютно все равно, кто кому поклоняется. Я буду славить моего Бога в любой ситуации. Среди всех этих обстоятельств. Я поселю эту землю, брошу эту землю и буду стоять и поклоняться. Друзья, когда я увидел это, я подумал, вот это да. Знаете, о чем это говорит? Это говорит, что абсолютно все равно. Если даже твои родные и близкие, и знакомые смеются над тобой, пусть тебе будет как этому Нейману. Все равно. Потому что Бог смотрит на тебя и говорит, я дам тебе больше, чем ты можешь представить себе. Я благословлю тебя. Все, что мне нужно, мне нужно твое послушание. Мне нужно, чтобы ты был связан со мной. И мне нужен хотя бы один человек из целого рода. Когда один спасается через этого одного, мама, папа будут спасены. Дети будут спасены. Родственники будут спасены. Весь род будет спасен, если будешь веровать, спасешься ты и весь дом твой. Аллилуйя. Друзья, давайте прославим нашего Господа. Он больше, чем наша нужда. Он добрый пастырь. Он начало и конец. Он альфа и омега. Он советник. Он охраняет нас на всех наших путях. Он все знает, все видит, все замечает. Он всемогущий и вездесущий. Он тот, который был вчера, который сегодня и который завтра, и он неизменен. Он любит настолько сильно, что больше не может любить. Это его предел. И он никогда не будет разочарован, что бы ты ни сделал. Это означает, что даже если ты сделал что-то очень ужасное, его любовь не остановится. Он может наказать тебя. Он не позволит тебе уйти очень далеко. Он вернет тебя. Он даст тебе свободу выбора, конечно. Но он любит по-настоящему. Он настоящий отец. И он настоящий друг. Он послал своего Духа Святого, который ведет нас по жизни. Он надежда этого мира. Он глава церкви. Он судья всех. Он царь царей. Господь господствующий. Он искупитель наш. Утешитель наш. Он скорый помощник в бедах. Он тот, который с нами всегда и везде. Он был в самом начале. Когда мы читаем про сотворение Адама, это он творил Адама. Когда мы проходим сквозь всю Библию, сквозь все века, столетия и тысячелетия, Бог был во всей этой истории. Это его история. В Откровении, в самой последней книге, мы читаем, что он был мертв и воскрес. Он представлен как Агнец, как лев из колена Иудина. И он тот, кто держит в руках у себя ключи жизни, ключи ада и смерти. Он тот, кто открывает все печати. И он тот, кто ведет нас в будущее с ним. И он также назван тем, кто является Иегова Ире. Господь-обеспечитель. Господь-мир наш. Господь-победа наша. Господь-праведность наша. Господь с нами всегда. Поэтому, друзья мои, во имя Его мы можем иметь больше, чем то, что мы просим или ожидаем. И еще раз эта мысль, которая я хотел бы, чтобы она осталась у нас. Что если мы верим Господу, то апостол Павел говорит, что Он, действующий в нас, силою может сделать несравненно больше. Он может совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Он хочет благословить тебя неизмеримо больше. Неизмеримо больше. Иисус сказал, «Я хочу, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Знаешь, когда ты приходишь к бабушке и покупаешь семечки, она дает тебе стаканчик, а потом еще сверху горку насыпает. Вот эта горка, то, за что мы фактически не платим, это и есть избыток. Иисус сказал, «Я хочу дать тебе полноценную жизнь, настоящее счастье, истинное удовольствие. Я хочу дать тебе абсолютно все, в чем бы ты ни нуждался. И дать тебе больше того, в чем ты нуждаешься, чтобы этим ты мог делиться с другими». Прими Иисуса. Он обещал, Он сделает это. По вере твоей, да произойдет с тобой это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин